Здравствуйте дорогие друзья! Приветствую всем! Сегодня мы вместе будем по-новому воспринимать информацию от хранителей частот. Потому что у нас уже достаточно гибкое восприятие, и мы уже способны. Уже большие объемы информации правильно воспринимать, как-то укладывать внутрь себя, как-то взаимодействовать с этим. Даже многие, я смотрю, уже пробуют, обкатывают это все очень уверенно и даже не сомневаются ни в чем. И даже более гармонично взаимодействуют уже и со стихиями, и с планетой, и с друг другом на высоких уровнях сознания. Не представляют труда, просто даже поразительно, как это все быстро происходит. Вот такой человек уникальное существо. Вот такие мы еще не раскрытые бутоны. Итак, люди влияют на эволюцию Земли, а Земля на эволюцию Вселенной. Вот только вдумайтесь на минутку. Люди влияют на эволюцию Земли, а Земля на эволюцию Вселенной. Наше ограниченное восприятие реальности и происходящего на планете привело к тому, что сама планета приходит к моменту уничтожения природы и многих видов животных. А наша планета занимает очень важное место в галактической иерархии развития всей Вселенной. И по сути, созвездия Плеяд, Арктур, Сириус и все 13 мерностей, все завязаны одной нитью скачка на следующий уровень. Земля была 300 тысяч лет под карантином и никакого энергетического влияния ей не уделялось. А сейчас все внимание Федерации Света уделено Земле именно для того, чтобы в какой-то момент, когда Земля перейдет в четвертую и пятую мерность, этот эволюционный скачок произошел со всеми другими планетами и звездными системами. Потому что мы все взаимосвязаны. И именно поэтому сейчас очень большое количество информации и энергии просто сыплется нам на голову всеми возможными способами. Очень большое количество существ, помощников, союзников, сотрудников родились на Земле, чтобы сделать все, что они смогут сделать, чтобы мы перешли на следующий уровень развития, чтобы вся остальная завязанная вместе с нами Вселенная совершила наконец свой скачок и переход на следующие уровни. Взрослые, зрелые души и души из разных высоких измерений приходят сюда с определенной целью и определенной миссией, чтобы что-то изменить, чтобы способствовать, помочь и создать пути восхождения и возвращения к изначальному свету для тех, кому это будет нужно и у кого будет запрос. Молодые души здесь рождаются, чтобы просто получать опыт, какой угодно. Все, что может быть. Это просто игровая комната. Это место для получения любого опыта. Каждый человек проводит энергию разного качества на планету, но то, какого качества энергии вы проводите, зависит напрямую от того, какого качества энергии вы несете, на каком уровне сознания вы находитесь. Если ваш уровень сознания ниже четвертого сердца, то есть, безусловно, любви, понимания, служения и миссии, то вы приносите в поле Земли энергии гнева, страха, стыда и всего того, на чем стоит ваша система. Именно ваш уровень сознания определяет те частоты, которые вы способны улавливать и передавать Земле, и в которых вы можете находиться, конечно, сами. От количества душ, которые находятся на уровне сознания любви, зависит переход в четвертое и пятое смирение. Но, к сожалению, на данный момент на Земле средний уровень сознания 4 с минусом. Это значит, что из 7 миллиардов людей примерно 5,5 миллиардов находятся в низковибрационных состояниях. Также нам передают хранитель частот феномен вируса эго. К сожалению, пока еще в нас жива человеческая природа, мы начинаем чувствовать себя слишком особенными. Известны прямо клинические случаи, когда член семьи Света пробуждается и слышит некие желания своей души. Помощь людям, желание спасения планеты, бескорыстного служения и так далее. И начинают думать, что он единственный. И что, в кавычках, я должен спасти мир. Я должен всем помочь. На самом деле, этот зов слышат многие. И все эти желания транслируются в поле планеты. Они существуют для всех. Но пока мы находимся в личности, в иллюзии отделения друг от друга, прежде всего, мы начинаем чувствовать себя особенными, уникальными на вершине мира. И вот это чувство приводит к «Я единственный мессия». Это, дорогие, ловушка дуальности. Если все проникающее абсолютное сознание является всем, то мы, естественно, являемся его частью и одновременно им. И вот это создает такой момент, что очень многие уже на этом достаточно сильно, в кавычках, зациклились. Вот по-другому не скажешь. Ловушка личности. Потому что сейчас человеческий аспект достаточно примитивен. Мы сейчас очень быстро пробуждаемся, и у нас появляется возможность сверхсилы, телепатии, возможность управлять энергией, галактические медитации, возможности создавать и так далее. И когда человек не до конца, в кавычках, прояснен на тему своей личности, то все эти возможности начинают использоваться из личности. А это приводит к тому, что когда один, в кавычках, «бог», встречает другого, в кавычках, «бога», и говорит ему «я Бог», а другой говорит «нет, я», то возникает конфликт, и они начинают разбираться, кто же из них врет. Хотя никто не врет, оба права. Но каждый имеет в виду «я». И вот это «я», в кавычках, уже сейчас создает такую динамику, что, пробуждаясь, члены семьи Света будут создавать проекты, похожие на наш. И наша задача – соединить, структурировать, объединить в одну структуру, где нет главных, ведомых и ведущих, а один принцип – со-творчество или единство, хранитель частот. Ну что мы можем сейчас все вместе сделать? Мы можем сейчас сказать, как программу, что я, дочь Божья Лариса, здесь и сейчас принимаю себя, как единицу космоса, так и всех людей, планеты. Земля как единицы космоса. Я выбираю единство. Я выбираю сотворчество. И я выбираю гармоничное взаимодействие между людьми. Благодарю всех существ, благодарю все миры, благодарю себя. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok